Атаковали границы Советского Союза На севере итогов выпуск новостей о главных событиях Ненинского округа расскажут наши корреспонденты. Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. 74 года назад, 22 июня, ровно в 4 часа утра войска фашистской Германии нарушили границу Советского Союза и напали на страну. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Погибли 27 миллионов человек. День памяти и скорби – одна из самых трагических дат в истории. 22 июня был объявлен Днем памяти и скорби еще указом Бориса Ельцина. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Президент России Владимир Путин сегодня вручил грамоты о присвоении почетного звания «Город воинской славы». В этом году чести удостоились Староруса, Гатчина, Петрозаводск, Грозный и Феодосия. Звания присвоены за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества. Сегодня же стартовала первая всероссийская акция благотворительного фонда «Память поколений», созданного по инициативе общественных ветеранских организаций и героя Советского Союза первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Цель акции – сбор пожертвований в помощь ветеранам. Перечислить деньги можно через сайт фонда или отделение Сбербанка. Сумма пожертвований не ограничена. В Наринмаре, в селах округа, в День памяти и скорби прошли поминальные акции. В окружной столице в шествии памяти участие приняли несколько десятков человек. Представители власти, церкви, школьники и студенты пришли к обелиску Победы, чтобы возложить там красные гвоздики. Ранним утром в центре Наринмара у вечного огня десятки людей с цветами и свечами в руках. Как доказательство, время невластно над памятью. Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 74 года назад в разных уголках страны прозвучали эти страшные слова, разделившие жизни миллионов на «до» и «после». Сегодня и всегда мы будем беречь наследие поколения победителей, чье мужество, несгибаемая воля, патриотизм принесли Отечеству мир и свободу. Это была действительно беспощадная, кровополитная, суровая война, унесшая жизнь десятки миллионов людей, разрушенные тысячи городов и населенных пунктов, принесшая разруху, голод, лишения. Память погибших почтили минутой молчания, а ранее у Белиска Победы стартовала акция «Свеча памяти». Поминальный огонь зажгли в 4 утра. Именно в это время войска Гитлера перешли границы СССР. Так здесь вспоминали последнюю мирную ночь и тех, кто отдал свою жизнь ради Победы. Помните, детям своим расскажите о них. Еще одна традиция в память о защитниках Родины – акция «Эстафета вечного огня». Она тоже стартовала здесь. От вечного огня подожгли большую свечу, которая потом разошлась по всем школам Наринмара. На каждой летней площадке дети будут нести символическую вахту памяти ровно 22 минуты. Своих героев вспоминали сегодня во всех уголках округа. Огни загорались на площадях, в учебных заведениях и даже детских садах, объединяя тысячи людей, желающих передать новым поколениям память о подвиге, память о тех, кто защищал свою страну, своих родных и близких, отдав за это свою жизнь. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В этот памятный для всей страны день в выставочном зале Культурно-делового центра «Арктика» состоялась презентация о выставке современного художника из Северодвинска Александра Кабина. Серия 16 работ под лаконичным и ёмким названием «Война» отражает серьёзную и многогранную тему, небезразличную любому русскому человеку. Об уникальной экспозиции Ирина Цепетова. В названии выставки в конце слова «Война» Александр Кабин поставил восклицательный знак. Именно так, неожиданно, молниеносно и страшно она вошла в жизнь русского народа 22 июня 1941 года. 16 картин маслом в технике импрессионизм и экспрессионизм. Для автора этот цикл не юбилейная акция, а то, к чему он пришёл осмысленно. Трудился над картинами целых 12 месяцев. Этой работе предшествовала огромная изыскательская. Источники вдохновения автора – документальная фотохроника, мемуары, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Это была изматывающая, трудная, тяжёлая работа. Александр приходил из своей мастерской, полностью вымотанной и отдавшей частичку себя каждой работе. Конечно, для любого художника, когда он пишет вот такие осмысленные работы, это работы не на продажу, это работы не интерьерные, нелёгкие. Это тяжёлые, вдумчивые, осмысленные. Главный герой его полотен – русский солдат. Человек, который вынес на своих плечах все ужасы и тяготы войны. В тусклых, неярких цветах – настоящая трагедия и горький вкус победы. Пепел, горимбратцы, в атаку, первый бой – в названиях картин вся суть. Одно из полотен «Я убит под Оржевом», которое завершает цикл, навеяно художнику воспоминаниями бабушки. По мнению автора, смысл написания подобных картин и создания подобных выставок очень прост. Такие события не должны забываться. Для поколения 21 века эта война – далёкая история. Но память о ней должна жить вечно и передаваться нашим детям. Чтобы полностью погрузить гостей в военную атмосферу, организаторы подготовили мини-концерт с песнями и стихами военных лет. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немца умоляя. Найм, твердил он важно, расстреляет. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей. А взамен меня, меня убейте. Но в живых оставьте сыновей. Серия картин «Война» Александра Кабина впервые была выставлена на родине художника в городе Северодвинск. Сразу после она приехала в Наринмар. Увидеть атмосферное и эмоциональное полотно жителей и гостей города смогут до 20 июля. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Его судьбе можно позавидовать. Удачная карьера, дружба с известными людьми-космонавтами, политиками, писателями, многочисленные награды правительства и целая коллекция памятных подарков. Тихон Сидейский отметил свое 85-летие. К юбилейной дате в Центре народного и декоративно-прикладного творчества открыли выставку «Семейный портрет на фоне моей жизни». С самыми яркими жизненными моментами познакомилась и наша съемочная группа. Эта выставка – подтверждение того, что Ненецкая земля богата неординарными личностями. Тихон Иванович не был космонавтом, но целый стенд на выставке посвящен космическим исследованиям. Я был на запусках три раза. Это интереснейший мероприятие. Это наш настоящий, где-то Земля. Атмосфера ломается, знаете. Меня только спрашивают, Тихон Иванович, ты к тебе ближе или дальше? Я говорю, мы можем ближе к этому каркете. Лучшим другом Тихона Ивановича долгие годы был космонавт Герман Титов. Это ему космонавт в далекие советские годы подарил книгу «Голубая моя планета» своим автографом. А еще будут макочисленные благодарственные письма и приглашения на запуск ракет. Тихон Иванович в молодости был не только мечтателем и звездным человеком. Для многих он земной и добродушный. За плечами Тихона Сидейского большая трудовая биография, активное участие в общественно-политической жизни Ненецкого округа, его имя вписано в историю науках комсомольского партийного лидера и как председателя Ненецкого окружного исполнительного комитета народных депутатов. И за всем этим, несомненно, стоят воспоминания. Мы с ним работали в окружках комсомола шесть лет вместе. Я благодаря ему, я тогда была моложе, молодая, и хочу сказать, что сколько он нас научил. Мы побывали почти во всех приемных пунктах нашего округа. Направляли работу комсомольских организаций. Не только работали в этом плане, но и всегда готовили художественные номера. Тихон Иванович показал себя не только грамотным руководителем, чему подтверждение стенды с медалями, а их более 23-х и бесчисленные грамоты от высшего руководства страны. Но и человеком творческим и большим жизнелюбом. А иначе как объяснить, что сын Тихона Сидейского Андрей – человек исключительно музыкального слуха, а внук Илья – известный молодой художник. Целая стена семейного творчества, кстати, для именинника – это самые дорогие экспонаты. Эту выставку Тихон Иванович посвятил не только семье, но и своим землякам. А это значит, что она станет бесценной реликвией семейного архива жителей Ненинского округа. В память о первом городе Заполярным кругом Наринмарская епархия совершила летний крестный ход в городище Пустозерск. В этом году крестный поход приурочили ко дню, когда Русская Церковь соборно празднует память святых Северо-Запада России, Вологодских, Новгородских, Псковских и Санкт-Петербургских земель. Мероприятия начались с молебна у стен строящегося духовно-просветительского центра Арктический собор. Затем паломники на катерах прибыли на место первого города Заполярья. В Пустозерске был проведен молебен на месте Преображенской соборной церкви. Ну а чуть позже отправимся в столицу Пустозерского сельсовета. Там прошел праздник спорта. Быстрее, выше, сильнее. В Оксино определился самый спортивный муниципалитет региона. Наринмарцы хорошенько прогнулись, впервые отмечая День йоги. За движениями горожан наблюдал лично представитель посольства Индии Виас Мадан. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ненецком округе решил навести порядок в наружной рекламе. Эта тема, которая, как казалось, для региона сейчас более чем актуальна, стала основной на очередном делом завтраки. По мнению бизнес-амбудусмена, рынок в сфере наружной рекламы сейчас находится в подвешенном состоянии. Существуют различные ограничения и излишние барьеры. В большей степени это связано с отсутствием надлежащего регулирования на уровне муниципалитетов. И с несоблюдением федерального законодательства. В частности, речь идет о сроках разрешения на размещение наружки. На сегодняшний день в городе и поселке Искатели нет ни одной легальной внешней рекламы. Для того, чтобы получить разрешение на следующий срок, необходимо соблюсти ряд требований. Но, как мы выяснили, эти требования во многом на сегодняшний день устарели и не соответствуют уже федеральному законодательству. То есть, предложение первого шага – это предложение к органам местного самоуправления привести в соответствии свои документы, регулирующие наружную рекламу. После чего бизнес заявляется, оформляет необходимые документы, получает разрешение. И тогда он уже, имея предсказуемую ситуацию, может, условно говоря, инвестировать, вкладывать в развитие этих вещей. По итогам делового завтрака Валерий Чупров направит в различные органы власти, в том числе местного самоуправления, совместно выработанные рекомендации, суть которых будет сводиться к тому, что в регионе необходимо создать более комфортные условия для рекламного бизнеса. На что способна современная молодежь, проверят на образовательном форуме «Ладога-2015», который стартовал в Ленинградской области. На него в этом году приехали около тысячи молодых активистов со всего Северо-Западного федерального округа. По замыслу организаторов, этот форум расширит знания молодых людей и девушек в области бизнеса. Впрочем, не только. Направление «Несколько. Наука. Культура. Журналистика». В программе интерактивные лекции, мастер-классы экспертов и политических деятелей. Опытные специалисты научат первым шагам в бизнесе стратегированию и планированию. На площадке присутствует и делегация нашего округа в составе 15 человек. Это активная и работающая молодежь, студенты, а также представители госвласти. Среди участников форума и наша коллега Любовь Пермякова. Сегодня первый день работы форума. Форум Ладога проходит в поселке Смоляково на берегу Финского залива в удивительно красивом месте. Сегодня организована работа образовательных площадок по трем направлениям. Это слово, добровольчество и победа. Завтра состоится торжественное открытие форума. И пройдет военно-спортивная игра «Мобилизация». Это наподобие игры «Зарница». В роли командиров команд выступят губернаторы из разных кругов и областей. Игорь Кошин, конечно, будет командиром нашей команды. Ну что, будем держать кулачки. Задания очень сложные. Это бег с препятствием и стрельба из винтовок. Ну, в общем, с нами будут соревноваться не только простые, так скажем, посетители форума, но и профессиональные спортсмены. Но мы будем, конечно, надеяться на победу. После развлекательной программы активистов ждет основная. Участники представят свои бизнес-идеи и творческие работы. Авторы лучших проектов получат поддержку правительства, гранты на реализацию своих идей. Форум продлится до 28 июня. Молодежь Красного, Тельвиски, Каменки и Оксина встретились под открытым небом. А по таким названиям прошел ежегодный молодежный праздник. Столица Пустозерского сельсовета встречала гостей теплой погодой и спортивным азартом. Под открытым небом – один из спортивных праздников Ненецкого округа. В отличие, например, от Коткинской олимпиады, команд тут меньше и приехали не из Припечорья. Оксина, Каменки, Тельвиски и Красного, чтобы в 12-й раз сразиться за кубок победителя. Я думаю, что погода способствует. Потом настроение участников. Как видите, они все такие молодые, здоровые, задорные. Также у нас очень хорошо тем, что у нас есть в пришкольном интернате столовая. У нас всегда организован обед. Потому что самое главное – это здоровое питание в здоровом образе жизни. Когда впереди три футбольных матча и несколько волейбольных партий, мысли о идее не актуальны. Хозяева праздника – оксинцы – начали состязание бодро и уверенно. Два последних года кубок не покидал их команды. Ребята так и тренируются – под открытым небом. Спортивный центр, горделиво выросший в прошлом году, ожидает своего часа. У нас планы такие по этому спортивному сооружению. Это будет или филиал Ледового дворца Тутрут, как мы сейчас поступили с Нижней Пьешей, или же в проекте вообще здесь должно строиться здание новой школы. Если реально подтвердятся эти сведения, что школа все-таки будет строиться здесь, то этот зал будет принадлежать школе. ФОК намного расширит возможности сельчан. В случае плохой погоды спортивный праздник можно перенести в зал, а также добавить в программу настольный теннис, пулевую стрельбу, баскетбол. Большой азарт в состязание внесла игра «Что, где, когда». Она и стала решающей. По результатам спортивных состязаний лидировали красновцы. Своё преимущество подтвердили интеллектуально. Я, во-первых, езжу сюда уже третий год подряд. Мне здесь очень нравится, здорово. Жаль, что возраст уже все с 14 до 30 лет. Это мой последний год. Всё, я отъездила. Рада, что мы завоевали эту победу долгожданную. Оксинцы взяли второе место. Хозяева праздника ничуть не расстроились. Вот уже несколько лет они входят в тройку победителей. Я сколько играл со школой, студентом. Ну, раза четыре точно выигрывали. А сейчас ещё второе и второе. Ну, как думаете, почему? Да нету, потому что уже молодежи. Поехали все учиться. Третье место также взяли жители Пустозерского сельсовета. Мини-футбол, как любитель поиграть за команду. Сегодня забил два гола. Ну, доволен результатом? Да. Как готовился? У нас там поле, но, конечно, не поле, а так, ворота из чурок деревни. Но обычно играем по вечерам, когда работы уже нет. Новый фок, который планируют запустить уже осенью, будет открыт для всех жителей Пустозерского сельсовета. С ним спортсмены связывают свои будущие победы. Валентина Чебич, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В воскресенье во многих странах отметили первый всемирный день йоги, включая Россию. Хорошенько прогнуться удалось и жителям Нуринмара. День летнего стонсостояния они начали с полуторачасовой практики во дворце Спорта Норд. А по случаю празднования Всемирного дня йоги в Заполярье приехал представитель посольства Индии Виас Мадан. Возможность сесть в позу не упустила и наша съемочная группа. Освобождение от материального – вот конечная цель классического учения йоги, древнейшей философии Индии. Йога связывает тело и разум и дает возможность продлевать жизнь. Йога очень полезна для жителей Севера. Она делает тело гибким, а это очень важно для вас. Огромное спасибо жителям Нуринмара за то, что вы поддерживаете эту терапию и делаете упражнения. Йога обеспечивает комплексный подход к здоровью и благополучию, отмечается в резолюции. Присоединиться к открытому занятию приглашались все желающие, независимо от пола, возраста и физической подготовки. Главное – стремление развивать свое тело и дух и поддерживать свое здоровье. Занятие прошло под руководством преподавателя йоги с трехлетним стажем. Данное направление у нас в округе развивается не так давно, как хотелось бы, или как в других более крупных городах. Но оно развивается активно, у нас появляются новые тренера, приезжают к нам люди, и жители интересуются данным направлением. Полтора часа асан под звуки индийских мантр пролетели незаметно. Участники отметили высокий уровень концентрации и душевный подъем. Каждый получил коврик и футболку для дальнейших практик.